Обеспечить проведение единых госэкзаменов, а также переаттестацию педагогов на высшем качественном уровне. В Ешкарале завершается строительство здания, предназначенного для Центра информатизации и аттестации, учреждение, от работы которого зависит скорость обработки результатов и качество проведения ГИА и ЕГЭ. Новостройка на правобережье Кокшаге распахнет свои двери в ближайшие месяцы после оснащения дорогостоящим современным оборудованием. Сегодня Центр информации и аттестации занимает помещение в здании первой школы Ешкаралы. Именно здесь региональное сердце – система проведения самых важных школьных экзаменов ГИА и ЕГЭ. Сюда стекается информация из всех пунктов их проведения на территории республики. Но отсутствие собственного здания создает целый ряд неудобств, как для школьников, так и для самого учреждения. Во-первых, у нас количество детей увеличивается, и поэтому первой школе нужны эти классы для того, чтобы там учились дети. И тем более сейчас требования, чтобы школа была односменной. Вот это во-первых. А во-вторых, Центр, конечно, находится в аренде, а аренды, вы сами прекрасно понимаете, это всегда не очень комфортно. Со всей республики сюда стекается информация. Часть А и Б сканируется сразу и отправляется в Москву. Часть С проверяется здесь нашими предметными комиссиями. Потом мы сопоставляем эти данные, которые придут из Москвы, и нашими комиссиями, и выставляется оценка. Уже в ближайшем будущем качество размещения сотрудников Центра аттестации изменится. Новое здание на набережной Амстердам для него уже практически готово. Осталось оснастить его мебелью и специальной техникой, в частности, дорогим высокоскоростным принтером для быстрой передачи данных в Центры проверки. Вопросы материального оснащения Центра обсуждались на оперативном совещании, которое провел руководитель республики Леонид Маркелов. Есть решение о сдаче длинного государственного экзамена, и мы обязаны его обеспечить. Для этого построено как раз здание специализированное. Во многих регионах оно построено раньше, но мы чуть опережаем соседей, но мы сделали это здание. В этом году, буквально через месяц, начнется уже обстановка оборудования и приобретение оборудования для того, чтобы, по последнему слову, техники, скажем так, системой, которая будет обеспечивать сдачу экзамена, здание было оборудовано. Я думаю, что это поможет сдавать экзамены. Но функциональная задача, ведь не только сдача экзамена, для этого мы этот дом построили, здесь переподготовка кадров, здесь переаттестация будет проходить, тем более, что по новым законам переаттестации должны проходить каждый год. Поэтому необходимо было сделать вот этот научно-исследовательский центр, который будет обеспечивать и аттестацию, и сдачу единых государственных экзаменов, и оказывать методическую научную помощь. Мы для этого делаем все. Мы хотим, чтобы наши дети и наши педагоги были высококвалифицированы, профессиональными, иначе быть не должно. Леонид Маркелов определил и контрольные сроки для строителей и эксплуатационников. 30 июня будут завершены все общестроительные работы, а 1 сентября, в День знаний, центр распахнет свои двери.